Всем привет, дорогие друзья, это наконец-то CG-стрим в эфире, с вами ваша постоянная ведущая Алексей Мельников, Алиса Хусандинова, и в очередной раз прекрасный наш гость, наш спикер сегодня... Я говорила, что я давно не здоровалась, да, Артём Гусак, всем привет. Всем привет-привет-привет. Всем здравствуйте, у нас снова царь Артём, повелитель рендера, абсолютный властелин и прекрасный волшебник рендера в 2D, и не только. Он нам сегодня подготовил прекрасную лекцию, как вы могли прочитать, это разработка персонажа, двоеточная композиция. Я надеюсь, что лекция вам понравится, вам слово, сэр Артём. Ой, всё, мой сатурейшн просто зашкаливает, в красный цвет я ухожу, типа по температуре. Сделай по себе маску. Засмущал меня. Освольте, я только добавлю, ребята, если кто не знает, Артём уже у нас был, поэтому смотрите предыдущие стримы, если вам интересна какая-то дополнительная информация про нашего спикера сегодня. Это чтобы в будущем не было каких-то вопросов, кто это, где это, как это, где информация и так далее. Мы сегодня прям лекция, композиция, персонаж, всё как надо, всё. Всё, хорошо, стартую. Ну, там видно, видите, Арткрафт, Артём запомнить легко. Обычно мои ребята так быстро запоминают. В общем, ещё раз всем привет, ребят. Что буду сегодня... Оп, меня слышно. Что буду сегодня рассказывать? Мы сегодня поговорим про такую занимательную тему, как разработка персонажа для... Ну, вообще для игр, студийная разработка для игр, для аниматиков. Как это можно делать? Ну, на самом деле, я буду делиться своим опытом, как мне приходится работать над такой задачей. И максимально быстро и содержательно постараемся поговорить о практическом применении композиции. Все знают всю вот эту вот чепуховину. И ребята, которые, опять же, у меня учились, наверное, во сне видят эти три формы, четыре, которыми я терзаю всех подряд. Я всегда, везде ими терзаю, но сегодня мы поговорим, как это всё применяется, на что обращать внимание. В общем-то, перед тем, как разбирать всю тему, надо вообще разобраться с парой, тройкой моментов. Я буду писать сегодня. Пишу с ошибками, если что, исправляйте. В общем, есть пара моментов, на которые нужно пристально смотреть. Это задавание себе вопросов. Как создавать героя? Вот именно такая тема первая. Как создавать героя? На что нужно обращать внимание? Создавать героя. Героя. На что нужно обращать первое внимание? Когда вы работаете над созданием персонажа, неважно, что это будет игра, или это будет аниматик, это будет маскот для какой-нибудь рекламной акции, бренда, какой-то корпоративный герой. Да неважно, что это будет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вы всегда должны узнать его историю. Какой бы ни был герой, с маленькой или с большой буквы, у него всегда есть история. Если герой без истории, то это не герой. У героя всегда должно быть что-то важное, что-то привлекающее. Поэтому, когда вы беретесь за работу, будь то фриланс или даже собственный проект. Знаете, бывает такая ситуация, когда ребята берут собственные проекты, и у них просто-напросто иссякают идеи, потому что изначально этой идеи не было. То есть делают какие-то наброски, дорабатывать не могут, не заканчивают, не додумывают. Просто на месте стоят, топчутся, и тысяча один скетча до финала никогда не доводится. Чаще всего проблема на самом-то деле заключается в том, что нет истории. История сама по себе, она супер важная штука. История и в профсреде ТЗ персонажа, она по сути диктует то, как будет выглядеть герой. В этой фазе в истории уже прописано злой или хороший персонаж, его отношение к миру, его опыт проявляется через его внешность. Собственно, историю нужно реально почитать. Когда вы, опять же, берете ТЗ, обязательно проанализируйте, изучите, позадавайте дополнительные вопросы. То есть кто это, кто, где он живет, если, опять же, живет и когда. Если мы не задаемся вопросом, а сразу начинаем чиркать, это, конечно, здорово. Ну, может быть, первые 20 минут, первые 20 скетчей. Ну, а потом это приведет обычно к тому, что будет наш личный поток сознания пересекаться или накладываться негативным образом на саму историю, которая прописана уже в ТЗ. Поэтому изначально продумайте, прочитайте, прочувствуйте. Ну, про прочувствуйте чуть позже скажу, что должно, опять же, быть в герое, что у него уже описано. То есть из истории и ТЗ вытекает... Красная дякую. Вытекает анализ. Анализ. И изучение задачи. Давайте, анализ задачи. Вот если, опять же, посмотреть на процесс разработки вообще, как будь то пропса, будь то энвайромента, неважно, что это будет, ни маленькое, ни большое, не имеет значения масштаб проекта, нужно всегда изначально проводить хорошую предподготовку. У многих профессиональных художников эта предподготовка занимает там 70% общего времени. Ну, бывает такое. Немало времени, на самом деле, эта штука может занять. А уже оставшиеся 30% это рендер, отрисовка, скетчинг. То есть, ну, скетчинг можно в предподготовку отнести, но об этом чуть позже. Собственно, готовиться важно. Частая самая проблема, с которой вот сталкиваются ребята, особенно начинающие, особенно на фрилансе, не изучая истории, берутся за создание какого-нибудь гоблина. Ну, самая какая-нибудь банальная задача. Начинают рисовать сразу гоблина. Тысяча гоблинов можно найти в сети, рисуют, там уши. Все традиционно. Ни для кого, опять же, не секрет, как выглядят гоблины. У всех они там где-нибудь рядом. Но у нас, допустим, получается какой-нибудь там набросок. Один, десять, неважно. Но потом, в ходе работы, из-за нашей же какой-нибудь невнимательности, оказывается, что этот гоблин должен быть, допустим, воином. Именно воин. И там дальше идет, к примеру, трус. Балбесы бывалые. Да, 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 да. Допустим, он может быть не просто воином, а, допустим, ну, скажем так, подготовленным. Какой-нибудь там воришка. Ну, что-то такого. То есть, есть тысяча вариаций, как может выглядеть любой персонаж. Достаточно для нас привычный и тривиальный. Но из-за того, что мы изначально не обдумали, не обсудили с арт-директором, арт-лидом, просто не побоялись задать вопрос, что же за зверь-то такой, с которым мы работаем. Мы приходим к тому, что этого персонажа со временем придется перечеркнуть, сказать тысячу проклятий. О, я слышу себя где-то на фоне. Тысячу проклятий в сторону заказчика, потому что, ну, собственно, он от нас требует тысячу переработок. А все почему, на самом деле, мы сами виноваты в своих проблемах, потому что мы изначально не изучили историю. Просто не подошли к этому. Бывает ситуация, когда истории реально нет. Ну, бывает такое. Вы создаете, начинаете разрабатывать персонажа, и у вас нет истории. Есть две ситуации, по какой причине этого может не быть. К примеру, вы работаете в Research and Development в каком-нибудь отделе. Там история обобщенная очень. То есть вам говорят, там, нарисуйте сотку гоблинов. А какие они будут? Да бог знает какие. Ну, нарисуйте, мы потом выберем, посмотрим на внешний вид. Одного подтянем к воришкам, другого к воинам, третьего к волшебникам. Главное сделать, а там уже посмотрим. И такое бывает. Работа мечты называется. Вы там ищите разные дизайны, работаете над вариативностью. Но бывает так, что такого не случается. То есть вам просто дают задачу, не работу мечты, там, где вы просто делаете всякую чепуховину, и вам за это платят деньги. А вы работаете по, ну, собственно, недоработанному ТЗ. Поэтому на вас же стоит полная ответственность, чтобы выудить всю возможную информацию от арт-лида, арт-дира, гейм-дизайнера, сценариста, продюсера. Ну, не знаю, с кем вы будете вести, опять же, конкретно вы диалог. Но надо вытянуть максимум. Вот 146% информации должно быть именно у вас, в вашей, опять же, копилочке, чтобы в дальнейшем вы меньше перерабатывали. Очень многие, опять же, начинающие художники, ну, на самом деле, и не только начинающие, и опытные именно с точки зрения технического их уровня, ребята игнорируют коммуникацию. То есть я не буду спрашивать, потому что, и тысячи обравданий, потому что я плох, там, подумают, потому что подумают, что я плох, я, там, неопытен, там, и так далее, так далее, так далее. Это беда. То есть если вы боитесь открывать рот, то, скорее всего, вам придется поплатиться за это собственным временем и собственным же кошелечком, ну, точнее, денежком из него, потому что никто не будет платить за переработку чаще всего, опять же, в пост-СНГшной среде. Поэтому история важная штука, и не игнорируйте этот этап. Далее, когда мы с этим моментом разобрались, само собой, есть еще одна такая штука, когда вы уже все-таки выудили историю, прочитали, прожили, задали вопрос, кто, где, когда, поняли, опять же, предыдущий опыт героя, осознали. Вот осознали, стоит немножко пережить его. Переживание этой истории и вообще переживание бэкграунда персонажа – живание истории. Для чего важно? То есть вы, собственно, пропускаете как бы через призму, призма собственного опыта. Вот это один из важных, самых важных моментов. То есть художников тысячи, миллионы, но именно ваша версия, ваша призма очень-очень важна. То есть не копирование наглое, там, чего-то стиля, а вот именно то, как вы видите героя. То есть попытаться первое, что у вас в голову пришло, проанализировав историю, нарисовать. То есть поработать с, допустим, какими-нибудь быстрыми беглыми набросками персонажей. Нарисовать там даже пусть в лайне, как обычно, мужик с копьем или чего-нибудь такого, пусть даже самое клишированное. Но все же. Так, вы сделали. И таких ребят тоже, к примеру, там с десяток набросали. Стоит, режики, ножики, всякие сумочки, ушки торчат. Ну, гоблин как гоблин. Обыкновенный воришка. Но вы нарисовали его по-своему. То есть не заглядывая, возможно, даже в референсы, об этом мы позже поговорим, не заглядывая в какие-то чужие арты. Если, опять же, вы позиционируете себя уже как профессионального художника, то у вас в любом случае должен быть свой взгляд на процесс. У вас должно быть свое понимание того, как можно было бы нарисовать его или иного героя. У вас есть уже собственный почерк. То есть у вас в любом случае, даже если вы даже не профессиональный художник, рисуете по фану, но достаточно хорошо у вас уже поставлена рука, в любом случае у вас есть своя стилистика, свое видение, свои вкусы. Вот эти вкусы постарайтесь продемонстрировать заказчику, постарайтесь привлечь внимание. То есть подходите к первым скетчам после оценки истории. Знаете, вот как шоу есть всякий там голос или как-то. Ну, в общем, когда выходят, ребята поют, и их замечают разные мастера этого дела, только потому что у них необычный голос, они как-то отличаются от общей массы пивунов. То есть им предлагают уже какие-то контракты, предлагают какую-то работу дальнейшую, ну и так далее, так далее, так далее. Почему их замечают? Потому что они показали, опять же, возможно, уже избитую, заезженную песню уже сквозь собственный фильтр, сквозь собственную призму. И это очень важно. Да? Не, не, я просто хотел отмочить шуточку по поводу шоу «Голос», но не буду, продолжай, пожалуйста. Хорошо. Так, ну, это такой вот, скажем, первичный этап. На самом-то деле ему, на него уходит реально много времени. Но этот первичный этап впоследствии переходит в следующую такую фазу. Это первичный выплеск. Вот, в принципе, здесь он уже, как бы я начал про это говорить, первичные выплески в виде скетчей. Но вот в процессе разработки персонажей есть вечная дилемма. Я думаю, тысяча и один стрим, наверное, были на эту тему. Рефы или скетчи? Скетчи или рефы? Это прямо-таки, вы знаете, камень переткновения, особенно для начинающих. Нужны ли рефы или не нужны на этом этапе? То есть работать с ними или не работать? То есть относитесь, ну, как мне кажется, к процессу в следующем образом. Первичный выплеск, вот так его можно назвать, первичный выплеск. Тут я не писал, да, но это как раз ваше личное видение. Если вы занимаетесь задачей, к примеру, не реконструктивной по созданию героя. Реконструктивной – это что может быть? Ну, вы там рисуете какого-нибудь амплиера, там рисуете какого-нибудь претерианца. Там как бы особо-то не разгуляешься. Всем известно, как выглядели те или иные рыцари. Ну, как всем известно. Будем считать, что всем известно. Все знают, как выглядит там какой-нибудь богатырь. Все знают, как выглядит казак, плюс-минус. У всех одинаковые клишированные представления. Там у нас идет работа в, допустим, давайте, реконструктивные. Реконструктивные и задачи на воображение. Тут я должен был губку Боба показать, но ладно. Воображение. Вот. То есть можно задачки разделить вообще по созданию персонажей на два типа. Если вы работаете над реконструктивной задачей, это конкретно там рыцари, там какие-нибудь, опять же, исторические реконструкции любого рода. Там у вас идет следующая процедура. То есть у вас есть какой-нибудь набросок композиционный, какая-нибудь такая вот пяка. Какой-нибудь такой, опять же, дядька стоит с хохолком и в защите. Там с алибардой какой-нибудь. У вас есть набросок, опять же, как обычно я тут пишу цифру 10. Их много может быть набросков. После чего вы этот набросок наполняете рефами. То есть у вас есть отдельно такой рефборд разного рода. Это рефы. И вы просто-напросто берете этот реф сюда, этот реф сюда, этот реф сюда. То есть вы наполняете. Вы уже стратегически решили задачу. Вы создали композицию. Вот она. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Эту композицию просто-напросто нужно взять и наполнить уже точными и исторически верными деталями. Есть другая задача, нереконструктивная. Это задача на воображение. Есть и смешанные задачи, само собой. Но вообще нужно для себя четко понимать, что есть все-таки, ну, скажем, принципиально разный подход к созданию персонажа. Точнее, принципиально разные задачки. По воображению у нас может быть какой-нибудь эклектический образ, там, паладина. Наверное, с двумя. Л-пал-а-дин. Да, наверное. Паладины, ведьмы, ведьма. Паладин пишется с одной Л и с одной Д. Просто паладин, да. Паладин, все. Двойка. Ну, ладно. Вот паладин. Паладин, паладин. Так, ведьмы. Ну, и что-то там еще такое. То есть там, где воображение, там пони. Пони с крыльями. Хотел что-то другое, но ладно. Крыльями. Пони с крыльями. Вот эти пони с крыльями. Поши. Пони с крыльями. То есть мы все примерно знаем, как они выглядят тоже. Но в этой задаче нам актуального референса не найти. Ну, то есть мы не сможем, найти настоящую фотографию паладина. Ну, паладина там можно, конечно, там какую-то привязку найти к рыцарям, но ведьмы. Прям фэнтезийную, настоящую. У нас задача стоит немножко другого типа. Нам нужно нарисовать как раз всем известный образ, достаточно клишированный. изначально без референсов. Именно вот прям нарисовать его. То есть у нас там будет какой-нибудь какой-нибудь там паладин. Будем считать, что это паладин. У него там крылья какие-нибудь гигантские. Меч какой-нибудь. Или что-то типа такого в руках несет. Валькирия, короче, получается такая. То есть здесь у него все при себе. Так. Как-то архангел получился. Но да ладно. Но веду к чему? Что у нас у всех есть общее представление то, как выглядит ведьма, как выглядят паладины, как выглядят гномы, орки, тролли и всякая-то воображаемая нечисть. И здесь нам изначально нет смысла браться за референсы. То есть изначально у нас должны быть эти скетчи, а потом уже рефы. Тут я, кстати, немножко, ну, как бы я проговорил, но не очень на этом сакцентировался. Когда у нас идет работа реконструктивная, то есть мы можем сперва, в принципе, если мы не знаем, что мы рисуем, посмотреть на референсы, сделать композицию, а потом вернуться к референсам. То есть у нас такая цикличная работа. Идет рефы, композиция, рефы. Здесь у нас идет, собственно, даже так, да, рефы, композиция, скетч. Ну, в общем, вы поняли, рефы. Здесь у нас идет задачка немножко иначе. Мы берем с вами и изначально двигаемся от набросков. У нас идет скетч, композиция, sk, скетч, композиция. Потом мы, когда уже все сделали, мы можем подобрать референсы. Ну, допустим, чтобы этому паладину или архангелу какому-то забабахать, допустим, такую, как-то это называется, оружие. В общем, у японцев, знаю, такая длиннющая сабля, не сабля, копье с саблей на конце. То есть мы можем спокойненько найти пару-тройку рефов и нашу, опять же, наш скетч-композицию облагородить с помощью уже референсной информации. То есть нам нужно четко сориентироваться на то, что некоторые задачи, они напрямую завязаны на рефах, потому что все наполнение от них зависит. А некоторые задачи все-таки лучше начинать со скетчей и вообще в рефы не смотреть. То есть это те, которые связаны с воображением. Чтобы вы не перебивали свое творческое видение, вы не заглушали свой, опять же, голос творческий, а все-таки, ну, скажем, себя выражали. Задачи реконструктивные не всегда интересные. Ну, если так вот посмотреть сухо, да, вы рисуете мафиози, ну, берете, открываете какую-нибудь старую фотографию и просто-напросто натягиваете детализацию на какую-то композицию. Ну, как бы оно интересно, но выплеска такого случайности там вы не получите. В этом типе задачи нет. Здесь же у вас все-таки есть больший разбег. То есть, как ни крути, воображение и сказки, они имеют больший порог, вернее, больший спектр возможностей, нежели задачи реконструктивного типа. Вот, когда вы определились с тем, нужны вам рефы или нет, в принципе, можно двигаться дальше. Но еще одну вещь по поводу рефов скажу. Конечно, в профессиональной работе все выглядит чаще всего, ну, среднестатистически. Так что у вас получается следующая такая штука, что референсы вам уже будут предоставлять. Ну, как бы есть предпочтения. Это, опять же, можно вернуться на пару пунктов назад. То есть, когда вы создаете персонажа, вы в любом случае, если у вас даже не спросили, вернее, вам даже не сказали в ТЗ, вы должны сами спросить, а у вас есть какие-то уже стилистические предпочтения? Вы хотите, к примеру, сделать в каком-то стиле или нет? У вас есть уже требования, у вас есть эталонный арт, у вас, у вас, у вас, у вас. В общем, вопросы надо позадавать. И таким образом вы вытянете пачку референсов и в любом случае так или иначе будете на нее ориентироваться. Ну, как бы косвенно, либо напрямую. Вообще толк референсов очень-очень велик. Так, пусть даже мы решаем задачи на воображение, но в дальнейшем нужно понимать, откуда вообще наше воображение, свои ножки-то, откуда ножки растут этого всего воображения. А ноги воображения, какое бы оно там у нас не было, хорошее или плохое, тут у нас воображение вобра, вобра, растут от нашего предыдущего опыта. Поэтому референс, по сути, это питательное вещество. То, что заставляет наше воображение расти. Окей, сразу вопрос. Извините, что я тебя прерываю, просто вопрос уже появлялся несколько раз, когда ты упомянул слово референс. Многие начинающие художники грешат тем, что, по сути, они реф либо перерисовывают, либо они просто берут из него основу и берут фотографию, например, модели, и там просто ей добавляют крылья, эльфийские уши, черепа, не знаю, все вот это вот. Как правильно воспринимать референс в данном случае? Это хороший вопрос. Ну, я так косвенно на это ответил, но вот один из... Я как бы в работе стараюсь оба принципа использовать. Я совмещаю и задачи новоображения, то есть, ну, как бы я пытаюсь принципы идти и другие использовать, то есть у меня такая миксованная работа. Но как я, допустим, работаю с рефами? То есть у меня всегда первично есть какая-то композиция, то есть у меня всегда есть какая-то форма персонажа, то есть я придумываю, он там хороший, плохой, об этом сейчас поговорим. И референсы — это лишь наполнение, то есть у меня референсы тоже структурированы. Есть референсы у меня, к примеру, инспирационные. Инспа. Инспирационные — это референсы, которые, к примеру, могут быть там стиль. Ну, это могут и заказчики говорить, нам нужен такой стиль. Это может быть просто хороший арт и так далее. Референс может быть детально целевой. Детально целевой. Это что, опять же, подразумевается целевой? Это материал, который я натягиваю на модель, на композицию. Ну и всякие другие могут быть референсы, которые мне просто-напросто помогают. Типа музыка. То есть это ведь тоже референс. Когда вы создаете проект, допустим, делаете какой-нибудь проект в стиле... Ну, не знаю, там, рисуете, в общем, историческую реконструкцию персонажей. И сразу эпик фэнтези такой трек и так далее вдохновляет. Да, 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 конечно. Даже если вы там, да, либо фэнтези, либо, ну, вот, как я уже сказал, там, историческая реконструкция, пилите там что-то а-ля там Ирландия и Англия, Шотландия, там, а-ля острые козырьки. То есть вы музячку подходящую подобрали, слушаете, пытаетесь, ну, посмотрели, вдохновились, вовлеклись, надо погружаться. Мозг нужно разминать. И вот референсы как таковые, это, по сути, один из инструментов разминки. Вы же не приходите в спортзал там или там, я не знаю, там, на ковер сразу там и давай там тягаться. Надо же размяться, там, шейку ручки покрутить, на беговой дорожке там кто что делает. Так и здесь. То есть вы размялись, и это один из инструментов. Скетч и референсы. Вы настроились. И вот далее, как я, допустим, работаю с рефами. То есть я эти рефы, я не беру их в наглую. То есть не использую там из серии, там, перерисовать. Концептерам, да, это как бы еще простительно. То есть надо еще понимать, для каких задач. То есть если вы концепт-художник, то ваша задача основная – это визуализировать какую-то идею, чтобы ее там поняли другие ребята и могли заюзать в дальнейшем. Ну, я думаю, все прекрасно знают, что концептеры дерут все и вся. То есть кадры из фильмов, фотографии, чужие арты мажут, перемазывают. Заказчику нужно быстро показать видение, то есть вообще идею общую. То есть не стоит как бы смешивать коммерческую разработку, настоящую коммерческую разработку с идеальным творчеством в цифровой среде. То есть это разные вообще вещи. То есть когда вы делаете там, чтобы мама похвалила, то вы можете хоть сами все рисовать. А если вы работаете для какого-то проекта, особенно там в сжатые сроки, скорее всего, будете юзать все подряд. То есть вы будете и фотки подставлять, и миксовать это, использовать чужие работы, переделывать, перекручивать. Это не часто проговаривается, но это правда жизни. Позвольте, я перебью. Слушай, а что тогда, по твоему мнению, идеальное творчество в арт-среде? Это просто достаточно громкая фраза, мне очень стало интересно, возможно, подписчикам тоже. Идеальное творчество в арт-среде, это когда, ну в моем понимании, это когда человек развивает собственный проект. Вот альтруистично, безвозмездно, само собой как бы все-таки не безвозмездно, с намеком то, что я самобытная единица, я могу делать там под ключ, там какой-нибудь концепт, листы делают. Но они, ну то есть ребята делают сами, все прогоняют. Это как кампус такой, лагерь тренировочный, что вы, опять же, проходите, все от а до я, прочувствовали, то есть самостоятельно могли пройти. Это полезно, но в работе, когда вы изначально прошли вот этот идеальный процесс, в работе вы как бы будете понимать, что сколько занимает это времени самостоятельно сделать, и сколько, допустим, у вас остается времени, и можно ли использовать чужое. Поэтому в моем понимании идеальное, вот идеальное цифровое творчество, в идеальной цифровой среде, вот идеальное, это когда чаще всего делается что-то личное, вот эти собственные проекты, как очень часто можно увидеть. Но в них, мне кажется, не позволительно использовать, ну не позволительно красть в наглую. Ну, смотря, что подразумевается, конечно, там если вы в наглую чужие работы, нет, нельзя. Если вы там берете какие-то мокапы, шаблоны, там 3D-шные, перерабатываете их процентов на 80, тогда как бы это еще, это нормально, как мне кажется. Но все-таки нужно четко разграничивать, что профессиональная работа, она любые средства использует. Опять же, все те же цели оправдывают средства. Это тут работает на 2000 миллионов процентов. Но если, опять же, договорить по поводу рефов, в моем понимании, вот детально-целевые референсы вообще уже натягиваются на композицию. То есть у нас есть там кружочки, у нас есть треугольнички. Все, у нас есть формальная композиция, у нас есть пропорции, с которыми мы работаем в персонаже. Мы это все решили, и потом просто натягиваем, натягиваем наверх детали. Вот в моем понимании рефы именно так работают. То есть если их прямое применение не инспирационное, когда мы копируем стиль, это тоже задачка непростая. То есть скопировать рендер чей-то, потому что заказчики, вы знаете, как это все. А вот давайте-ка нам как в Хирстоуне, а вот давайте как у Близзов, а вот давайте как, к примеру, в Warframe и так далее, и так далее. То есть вам нужно потрудиться. Вне зависимости, вы концепт-культом занимаетесь или еще чем-то. Ну вот как-то так. Надеюсь, более или менее понятно ответил. То есть как я использую рефы. Я тут опять же начал говорить про воображение. Просто нужно понимать еще, насколько важны качественные рефы. Если воспринимать референсы как продукт, в принципе, который мы питаемся, и от него зависит наше воображение, то референс должен быть всегда качественным. Это классические работы, само собой. Нужно структурировать вообще саморазвитие в работе с референсами. Это мы сейчас так плавно отошли от самого процесса разработки и такие вот размышления по поводу создания героя вообще, даже для личного проекта. Должно быть очень много анализа. То есть классических работ, работ, опять же, современных классиков, если так можно назвать в кавычках. То есть как они это делают, вот такие хорошие топовые работы. Не просто там, я не знаю, единорога с сиськами на какой-нибудь Девианарте там разглядывать часами. Нет. А именно вот по-настоящему классные работы, зарекомендовавшие себя. Самый простой, наверное, пример, и, наверное, вопрос возникнет у многих ребят. Типа, как определить, классная работа или не классная? Типа, а как определить, хороший художник или плохой? Ну, вот у меня часто ребята на курсе спрашивают. Ну, ладно, вот у меня такие вкусы. Типа, а как определить, хороший, вот по-настоящему, вот уже проверенный временем художник или нет? Как мне кажется, достаточно простая проверка – это титры в анимационных проектах. Вы в конце проекта можете увидеть, кто рисовал тот или иной проект. Там, кто был арт-директором зоополиса, кто, опять же, рисовал рататуя концептилл, кто делал панду кунг-фу. Все прекрасно знают, опять же, там, Кори Лофтиса, Николаса Марлета, там, Бори Монторо. То есть это бати. Бати с большой буквы, на которых реально надо ориентироваться. То есть у них надо учиться, как у современных представителей хорошего, вот такого хорошего, твердого стиля. И они потом будут появляться, ну, как бы эти хорошие приемы будут появляться у вас. Сейчас я, опять же, плавно подвожу к тому, что нужно очень избирательно относиться к графике, которую мы переживаем, перевариваем через себя. То есть классика, современная классика. И пофактически, то есть кто бы что ни говорил, то есть наш мозг-то как работает? То есть наш мозг, сколько там извилин можно нарисовать, ну, побольше нарисуем, он в некотором смысле устроен вот таким образом. Да, у нас такая вороночка тут. И вот здесь у нас сыпятся рефы. Рефы, рефы. Здесь, опять же, у нас дробилки такие стоят, где-то там в мозгах внутри. Они перемалывают всю возможную информацию и на выходе там по спинному мозгу в ручке, как у тираннозавриков, выдают нервный сигнал и мы рисуем. Там у нас листик где-то и вот у нас тут получилась там какая-то штучка. То есть чик-чик, это будет улитка. Я второй рожек забыл нарисовать. Изначально на что-то другое было похоже. Но именно так, то есть никак иначе это не работает. Фактически есть два, ну, как бы там можно долго по этому поводу рассуждать, но если так упростить, есть у нас два источника информации, то есть пропущенный через аналитический фильтр и, ну, скажем, периферийно полученная информация. И вот когда мы создаем героя, мы должны четко понимать то, что герой, любой которого мы создаем, это не наше творение абсолютно. То есть мы компиляторы, по сути, наш мозг – это компилятор. И вот как раз тот самый, вот эта призма, это как раз, ну, скажем, такой набор уже каких-то пройденных опытов. И мы с вами, вот как создаем героя. То есть мы увидели, как я, опять же, часто ребятам рассказываю на своем курсе, примеры, допустим, из серии. Мы рисуем ведьму какую-то, да. Наша задачка – нарисовать ведьму, какую-нибудь бабушку, там, старенькую. У нас есть лицо, подбородок, там, у нее, опять же, какой-нибудь капюшон. В общем, мы рисуем какую-нибудь бабульку, там, скрюченную. Так, там она, опять же, с палочкой стоит. Тут у нее что-то есть. В общем, неважно сейчас. Есть, опять же, персонаж, и мы создали эту бабульку. Нам кажется, ой, это вообще наш личный проект. Вот, мы создали его самостоятельно. Я родил, родила этот образ. Это мой, мое. Вот это эго, надо зачеркнуть, ни черта моего нет. Нет, по сути, эта бабулечка – это продукт моего предыдущего опыта. Это, ну, как бы, как она родилась? Ну, шел я в метро, увидел бабушку, которая торгует яблоками. Там, три недели назад, к примеру, да, там. Увидел эту бабушку, сказал себе, колоритная бабуля, ушел. Прошло несколько недель, я создаю проект, где мне нужно рисовать бабульку такую же. И что в итоге получается? Мой мозг пытается, опять же, обработать задачу и вытянуть из моей памяти предыдущие самые яркие образы. И эта бабулька оказывается самым ярким за последний промежуток времени. Там есть же, опять же, кривизна, там, забывание, там, и так далее, и так далее. То есть, всякие моменты по поводу памяти. Но, фактически, это не я придумал. То есть, это просто-напросто скомпилированы несколько факторов. Это образ, который я увидел периферийно, даже не сакцентировался на нем. Это проанализированная задача. И вот финальный результат. Очень многим, опять же, ребятам тяжело смириться с тем, что их творчество не является по факту их творчеством. И нужно, опять же, подойти, сделать такую небольшую ретроспективу и обдумать, что же я смотрю, что же я изучаю, что же было, допустим, вокруг меня за последние несколько недель. И это достаточно сложно. То есть, это заставляет очень-очень внимательно как раз подходить к тому, на что мы смотрим. Что мы кушаем зрительно. Но, вот, опять же, это еще один такой момент, почему нужно осознанно работать с референсами, вообще с любой информацией. И как рождаются образы. Образ, любой образ, он в любом случае завязан, его интерпретация визуально завязана на том, с чем мы были уже знакомы. И никак иначе. Я еще очень часто использую такие приемчики от, опять же, от порядка, допустим, к хаосу или от хаоса к порядку. Как это, опять же, идет? Вот мне нравится один процесс, такой вот в плане ресерча, очень-очень занимательный, когда приходится работать либо от пятна, либо от каракули. Тоже частенько мучаю своих ребят по этому поводу. Это интересная практика. У нас есть ТЗ. Пока, опять же, вот вы слушаете, там, ну, ребята слушают, точнее, могут поэкспериментировать. Это реально интересная практика. Те, кто не в курсе, пусть попробуют. Хорошо. Есть ТЗ. Допустим, в этом ТЗ описано, нужно нарисовать, ну, там, дворника. Давайте там, или викинга какого-то. Пусть будет викинг. Викинг. Вот викинг. Буквально на днях общались с Мишей Оплевым, и он просто очень часто говорил викинг, викингосики, викинг, викинг, викинг. Вот оно, скажем так. Мишей Оплев так может у нее. Викинг – это любимое слово. Это первое слово было, когда он родился. Все в порядке. Потом, да, конечно, нажимал. Хотя не факт. Ну. Может, там было слава Одина или еще что-то. Да, да, да. Так. И вот сейчас, пожалуй, викинг тоже является таким результатом этого общения. Вот оно, видите, на бессознательном уровне. А может, оно сознательно. Ну, а сейчас что-то такое мы, допустим, попробуем просто поделать. Так. Ну, секунду, ребят. Сейчас тут микрофончик. Сейчас поправим. Буквально секунду. Что-то шпякает. Ничего страшного. Сейчас. Буквально одна секундная пауза. Мы верим в тебя. Мы пока можем потрепаться, так как мы в онлайне. И мы давно очень не стримили. Многие задавали вопрос. А почему? Потому что мы отдыхали, ребят. Отдыхали. Два с половиной месяца. Отдыха. Ну, да. Хотелось бы напомнить, что до отдыха был CG Space. То есть, впервые мы готовились к CG Space. Управили CG Space. И после CG Space уже отдыхали. Ну, все как обычно. Посетили психологов. Приняли антидепрессанты. Ну, и так далее. Я, если что, здесь. Все. Все. Посидели. Все, отдохнули. Отлично. Я вернусь. Так, смотрите, ребят. ТЗ-шечка викинги. Как, опять же, я делаю. То есть, первый этап я изучил ТЗ. Как идет создание персонажа. То есть, у меня есть ТЗ. У него есть история. История там какая-нибудь описанная. В общем, здоровенные викинги. Просто викинги-воины. Самое банальное, что может быть. Как где-нибудь в игре в какой-нибудь. История про викингов. Что я делаю следующим этапом? Обычно, то есть, если это реконструктивная задача, я подбираю референсы. Ну, или если я давно не рисовал викингов, я забыл, как они выглядят, я подбираю пачку референсов. Это, собственно, задача такая больше эклективная. То есть, она не сугубо фэнтезийная, где можно сразу начать со скетча, а потом подтянуть референсы. И в то же время не сугубо такая узко заточенная на реконструкцию. То есть, допустим, мне не нужно рисовать Алькапоне и его побратимов, где мне нужно изучить костюмы троечки, все нюансы их убранства. Нет, здесь можно найти золотую середину. То есть, я подбираю рефы, пачку эти рефы и изучаю. У меня, может быть, много разных картиночек на эту тему. Я их учу тут. Рефы. Даже не учу, я бы так сказал. Я их просто-напросто разглядываю. Даю своему мозгу немножечко полезной информации, чтобы запустить двигатель. Двигатель прогресса, маховик насилия над собой. И после этого, после изучения референсов, я еще, ну, конечно, это все должно быть подслащено музыкой подходящей под все это. Барабаны, всякие там скандинавская страшная музыка, что-то такое вот эпичное. Бум-бум-бум, трубы, ну и так далее. Но следующим этапом, когда я проработал рефы, я начинаю работу с хаосом. С хаосом, ну, самый банальный пример работы с хаосом – это поиск в каракуле. То есть я беру, сперва, опять же, делаю, к примеру, вот такие штуки. Вот так. Этот, эту каракулю. Чинц. Кручу, верчу, обмануть хочу. Растягиваю, сжимаю. Концептарт получу. Да, скрываю, могу, опять же, по несколько раз все это, опять же, перекрутить, покрутить. И пытаюсь найти здесь какую-то форму. То есть я здесь сразу нахожу. Тунц, тун-дунц. Вот у меня уже здесь есть, опять же, викинг какой-то. Я его тут вижу с длинными, к примеру, волосами. Я тут могу его, опять же, дорисовать. Просто такой дядька нордичный. Тунц. Это плохое влияние Миши Ополева, так что это нормально? Да, 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 вот. То есть вот у меня есть, опять же, такой какой-то герой. Раз. Больше пока похож на, даже не знаю, на Порфирия Иванова. Да, ну, ладно. Так, хотя вы не знаете, наверное, кто такой Порфирий Иванов. Я знаю, кто это такой. Порфирий Иванов. Да, Порфирий Иванов. Да, знаю, знаю, к сожалению, увы. Да, он, кстати, был из моего города, с которым я вырос, город Свердловск, Луганская область. Пожалуйста, не надо. Да. Так, ну вот, опять же, раз такой вариант, я беру дальше, возвращаюсь и делаю, допустим, вот таких поисков случайных очень-очень много. То есть я двигаюсь от пятен, то есть я даже не стараюсь, вернее, от каракуль, я даже не стараюсь сейчас ничего конкретного там найти в них. То есть вот просто, ага, так, вот носик. Так, вот, опять же, у меня тут квадратные формы какие-то. Так, какие-то хмурые брови. Тяжелые, к примеру, линии. Такие, получается, бороды. Рваные. Тунс. Так. Короче говоря, тест Терроршиха в линии воплоти. Да, по сути, наша задача, опять же, на этом этапе просто-напросто в каракулях найти интересные решения. Просто вот необычные. То есть то, с чем мы еще, допустим, не работали. Не нужно этого, опять же, стесняться, чтобы получаться какая-то откровенная дичь. То есть вы можете, опять же, вот форму нарисовали, бамс, там, какую-то, покрутить ее, потратить на это время на то, чтобы здесь найти какой-нибудь занимательный, забавный, опять же, шейп. К примеру, так, так, то есть вот у нас какие-нибудь тут усяки получаются, такой тягучий какой-нибудь у нас получился бы здесь герой. Так, стекающий вниз. Это, опять же, быстрые наброски, нужные для того, чтобы вы, в первую очередь, ну, скажем, отвлеклись от привычных решений. Вообще в композиции есть такой принцип, называется закон новизны. И основная идея закона новизны заключается в том, что нужно делать что-то новое, как бы это банально ни звучало, и не повторяться, не повторяться во всех смыслах. То есть рисуя, допустим, позы, рисуя ракурсы, рисуя, допустим, ваших, там, персонажей в плане, там, цвета, не повторяться. То есть этот прием позволяет, особенно для картоновых художников и иллюстраторов, ну, скажем, по-другому, более свежо подойти к процессу. Можно, опять же, двигаться от рандомных форм, к примеру, в алхимии. Вполне себе такая хорошая программулина. Терроризирую очень-очень часто ей, опять же, всех, кого только можно терроризировать. Раньше концептеров терроризировал, хотя и в ближайшее, как говорится, время, как только вернемся к этому курсу, тоже буду терроризировать. Мне просто нравится то, что в ней нет Ctrl-Z. Это самая божественная программа из всех программ, которые вообще существуют. Нет Ctrl-Z, делай, опять же, делай сразу хорошо. Так, ну, вот, к примеру, у нас тут такой классический дедушка, прадедушка с Абзиро. Нордический будет. Шрам какой-нибудь тут останется. Вот, к примеру, так. Но начиналось все абсолютно случайно. Само собой, это первая итерация. Этот персонаж потом будет вылизываться, то есть у него может меняться пропорции, у него будет правиться перспектива. Но уже есть какие-то интересные моменты. К примеру, там у него гигантская надбровная дуга такая нордичная. Опять же, рубленные скулы, вот такие. То есть бамс провисшие. Вот сюда. Глаза. Такие веки провисающие. Такой старец, возможно. Старый-старый. Носк, да, к примеру, такой. Сейчас я его сделаю чуть более острым. Вот так. Сейчас, одна секунда. Трумс. Так. Я вас слышу, ребят, да? А вы меня не слышите. Почему? Странно. Так, а сейчас слышишь? Я вас слышу. Мы тебя слышим, а ты нас не слышал до этого. Не, не слышал. Вот сейчас слышу, наверное. Да, все правильно было. Все в порядке. Да. Все нормально? Все отлично. Так, ну вот, опять же, видите, у меня сейчас постепенно рождается уже такой вот образ такого тягучего старца. И со временем этот персонаж будет развиваться еще дальше, еще, опять же, мощнее у него будут, к примеру, там, черты лица меняться. Там, не знаю, у викингов были сережки какие-нибудь на ушах, тоннели. Думаю, нет. Но сейчас я работаю очень-очень вольно. Очень важно приучить себя к свободе творческой. Мы частенько слишком, ну, зашорены. Мы часто в процессе творчества себя, ну, как бы так помягче сказать, ну, угнетаем. Ну, по причине, там, это не, у меня нет анатомии. Да, блин, тут какая у меня анатомия там? Никакой анатомии. Такие надбровные дуги. Если бы наш инструктор по анатомии это увидел, он бы, наверное, кинул в меня тапком и, в принципе, правильно бы сделал. Но дизайн персонажа, это, в первую очередь, дизайн. Это интересная форма. Что подразумевает под свое слово дизайн? Конструирование. И вот такие приемы, как мы сейчас, опять же, сейчас вот с вами разбираем, и некоторые, я думаю, из ребят даже пробуют, они заставляют немножко раскрепоститься. Они заставляют работать так, как мы до этого не работали. Вот у меня получился, к примеру, такой вот дядька. Подглядывает в сторону куда-нибудь сюда. Боюсь его флипнуть по горизонтали. Ну, еще не так все печально, как могло показаться мне изначально. Вот, ну, понятное дело, мы флипнули, поправили тут еще его, еще, 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 еще. Но вот этот процесс я назову от хаоса. То есть мы работаем, скажем так, более творчески, более аккуратно. Я работаю чаще всего таким образом в линии. Потому что, ну, линия для меня один из инструментов, которым я постоянно всех напрягаю, композиционного типа, ну, плана. То есть через линию интересно учить композицию. В линии много чего видно. К примеру, если мы там будем жирный край больше делать, акцентируемся на силуэте. Если делаем, к примеру, мелкие детали, то у них должна быть определенная иерархия там важности. Линия передает акценты. Это там, где мы пестрим, к примеру, вот в этой части, в лицевой. Значит, это важно. Значит, я хочу, опять же, об этом рассказать. Я хочу рассказать о его морщинах, о его возрасте. Здесь, опять же, я тут пару-тройку волосинок покажу. Такой вот престаревший. Все, на этом остановлюсь. Такс, такс, такс. Я на автопилоте хотел задать вопрос. Понятно, как в аудитории обычно дело? Понятно, капитан. Все, да, все готовы. Да, все хорошо, значит. Вот. Ну, можно и от пятнышка работать. От пятнышка тоже тема интересная. Роршак. Никто, опять же, я думаю, не забыл, кто это дядька. Роршах. Рорша, да. Х на конце. Х, да. Кх или х. Ну, в общем, не важно. Но все прекрасно знают, кто это такой. И второй, опять же, момент, как я уже сказал, это работать наоборот от, скажем так, от конкретной идеи. То есть мы вот таким образом мы можем разминаться, мы можем... Это хороший, кстати, метод вообще разминки перед любым проектом, связанным с дизайном персонажа. Таким образом мы можем, в принципе, делать такие стадики на поиск личного какого-то дизайна, личного видения. Это интересно, особенно если вы работаете в лайне. Другой процесс – это, собственно, поиск и проявление, вот, ну, как бы правильно сказать, это работа с формальной композицией. Вот сейчас я буду немножечко нудить. У меня тут, конечно, как всегда, есть немножко слайдов. Ну, как всегда, не как всегда, но, в общем, есть. И вот у нас есть другой процесс. Начало. Вы помните прекрасно, что я рассказывал о ТЗ и насколько важно вообще работать с историей. Есть абсолютно другой процесс. Это прям вот конкретный дизайн. Это вот конструирование. Конструирование. Не когда мы изначально делаем выплеск, а потом этот выплеск мы… Так, где тут он у меня? Мы немножечко начинаем подравнивать к образу. Мы потом вернемся, кстати, к этому дедушке. Надо его в папочку загнать. Мы вернемся, к примеру, после выплеска. Да, изначально есть выплеск. Давайте вот он у нас виден, выплеск. Потом у нас есть уже какая-то формализация. И потом у нас со временем будет фикс по композиции. Фикс от ТЗ. То есть это вот один процесс. То есть мы изначально творчески двигаемся, так, тра-та-та-та-та-та-та, а потом приходим к ТЗ-шке. Такой процесс могут себе позволить, ну, как бы, как и начинающие, так и опытные. Но начинающие чаще всего работают без фиксов по ТЗ. Просто вот на первых двух пунктах останавливаются и делают это для каких-то личных проектов. Более профессиональные художники используют такую штуку чаще всего, чтобы просто выплеснуть какое-то свое видение, как я уже говорил, через свой фильтр опыта пропустить. И в самом конце, то есть идет, ну, они держат в голове в любом случае ТЗ. То есть вот ТЗ ты держишь, когда рисуешь там что-то. Но в конце идет, опять же, небольшая ретроспектива, и мы читаем, он был злой. Окей, злой, значит, будет более острый. Ну и так далее. Об этом сейчас поговорим. Но если мы, допустим, будем рисовать не от выплеска, а сразу начнем с ТЗ, есть другая интересная, опять же, как мне кажется, процедура, сам по себе алгоритм. Я сейчас пытаюсь через такую иррациональность и небольшой хаос все-таки между строк как-то показать алгоритмичность самого процесса. Так вот, другой процесс, строгий и выверенный, никаких выплесков, вообще никаких. То есть строго, как из конструктора лего мы все собираем. Вот для ребят с более таким, скажем, аналитическим складом ума и желающим именно железобетонно выстраивать свои образы, мне кажется, такая техника подходит вообще хорошо. Такой процесс. Мы все прекрасно знаем, что есть три формы. Я про них постоянно вещаю. Круг, треугольник, квадрат, линия. Это инструменты композиционные. Каждый из них несет какую-то историю. Вы помните прекрасно самые банальные примеры из мультика «Вверх». Тут далеко, как говорится, ходить не надо. Просто открыли, вбили «Вверх». Я не искал референсы «Вверх». Просто «Вверх». Вот они, герои. Это просто самый классический, наверное, пример. Один из таких хрестоматийных примеров персонажей, вписавшихся в примитивы. У нас есть квадратный герой. У нас есть кругленький герой. Поэтому уж так вы имеем персонажи. И у нас есть собачка. Вот они, эти ребятушки. Собачка треугольная. Мальчик – яичко. Дедушка – квадратик. Тут, я думаю, всех одинаковое плюс-минус видение. Что это значит? Что эти образы, они выверены досконально. То есть каждый примитив здесь, в этой же задаче, тоже несет свою роль, свою идею. То есть каждый из этих ребят, где тут у меня может быть, может быть, допустим, треугольники динамичными. Как они вообще воспринимаются? Каждая форма из этих воспринимается достаточно традиционно у всех. То есть треугольник у нас динамичный, злой, опасный, острый. Ну, в данном случае, в примере с собачкой, можно злой зачеркнуть, опасный зачеркнуть, острый зачеркнуть, динамичный. У собаки там в мультике, я помню, все нормально было с активом. Кружочек. Яичко. Что это такое, опять же? Доброта, спокойствие, клише, субъективное. Спору нет. Много есть культурных аспектов, которые, ну, скажем, у одних народностей воспринимается один цвет так, другой цвет так. Но с формами немножко все, ну, как бы, более упрощенно. То есть я сейчас постараюсь объяснить, почему. Ну, и квадратик. Да, то есть у нас есть устойчивый, там, жесткий, сильно тяжелый. В данном случае с дедушкой, там, скучный, угрюмый. Каждая форма несет какую-то информацию. Поэтому, когда вы создаете образ, вы читаете ТЗ. В ТЗ прописано. Герой будет, к примеру, злым каким-то, да. То есть злая банж. У нас есть треугольник, треугольник, треугольники, треугольники. Здесь, опять же, острые треугольники. Все это, опять же, вот заостренное. Все достаточно классично. Треугольниками оно разлетается. То есть я сейчас решаю именно формальную композицию. Все прекрасно помнят этот страшный предмет, формальная композиция из геометрических фигур. Я всегда пугаю, опять же, ребят на курсах этим предметом. И обычно рассказываю то, что только преподаватель понимает, для чего все это нужно. Вы же помните этот предмет? Конечно, помните. Я уже как-то на каком-то стриме, я думаю, кажется, я говорил об этом. Ну, кому будет интересно, просто загуглите формальная композиция из геометрических фигур. Треш полнейший. Как это использовать в дизайне или в работе с композицией прикладной, многие до конца не понимают. Но наша задача, когда мы создаем персонажа, изучить ТЗ. Я прям замучаю этим словом сегодня. Изучить, изучить, изучить. Но мы знаем, персонаж злой. Злой. Слушай, изучить вообще полезное слово. Вот прям суперполезное. Читать, изучать, оно как-то помогает. Так вот, мы определились, что персонаж у нас злой. Злой окей, злой треугольный. Хорошо. Некоторые скажут, ой, ну бывает же и иначе. Конечно, бывает. Куча есть примеров смешанных многослойных образов, когда персонаж воспринимается сперва плохим, потом он оказывается хороший, потом, потом, потом. Вспомните Рататуя того же, да, и этот критик, он был редкой сволочью, а в конце оказалось, что он, собственно, у него травма была детская. Вот, и он, да, он не так уж плох. Вспомните, опять же, банальный пример кролика из, как он называется, тайной жизнедомахерных животных. Он же миленький, он же миленький воспринимается, а оказалось, вначале, что он сволочь редкая, а потом, оказывается, что он свой чувак. В общем, это же сложно, как бы так сразу передать в одной форме. Но я веду к тому, что образ может раскрываться по ходу анимационных действий, по ходу комикса, но у него есть всегда первое восприятие. То есть по одежке встречает. И вот эта примитивизация, то есть из чего состоит персонаж, доминирующее количество форм, уже рассказывает о нем все. Особенно это важно, когда вы работаете, к примеру, с дизайном персонажей для карточек игровых. Это прям вообще очень серьезно. Если вы рисуете там в карточке там банши, то она не должна быть вся мягкой, пушистой. То есть чаще всего силуэт уже будет рассказывать и форма о том, кто она такая. Да, можно, конечно, сделать пасхалочку в виде каких-нибудь криповатых глаз и острых зубов, но это уже такой очень сложный прием, скажем, который требует долгого рассмотрения. Обычно чем выше динамика игровая или анимационная, тем проще и лаконичнее сам конструктор форм. Тем он быстрее должен восприниматься. Опять же, откуда растут ножки? Самые, опять же, банальные примеры. Мы все прекрасно знаем, что это ай-яй-яй больно. Это кровь, это нож, это опасность. То есть ни у кого не возникает сомнений, что нож и острие ножа это достаточно. Все прекрасно знают, что у нас какая-нибудь иголочка, это больно, это матрозы. Все это прекрасно знают. Все знают, опять же, что ракета имеет такую форму, она динамичная. То есть это все достаточно всем привычно. То есть наш мир состоит из определенного рода клиши и привязок. Мозг всегда старается находить вот эти привязки в быту. Ну, это какая-то система безопасности. То есть если бы мозг не идентифицировал то, что нож является опасностью, но частью ножики там с треугольниками, то, наверное, мы бы резались ими постоянно. Это, я думаю, достаточно такая банальная, но все-таки понятная штука. То есть форма уже рассказывает нашему мозгу, ждать отсюда беды или нет. Точно так же и с другими штуками. Там округлые формы. То есть мы рисуем какого-то котика спящего. То есть он округленький, гладенький. Там вот, к примеру, так. Мы знаем, что он там мурчит, ворчит. От него аллергия. Ну, собственно, уже по его округлой форме. Здесь, опять же, у нас может быть что? Ну, элементарные какие-то штуки такие. Ну, там женский силуэт. То есть мы знаем прекрасно, что это красиво, это приятно для глаз. И вот, ну, это вызывает определенное спокойствие. Это как бы с детства заложено, да? То есть округлые мягкие формы. Это тепло, спокойно, защищенно. И создавая образ какого-то героя, вы, как конструктор, инженер, можете закладывать эту историю. Устойчивость, я думаю, для всех точно так же не секрет. Кирпичная стена. То есть вот они, квадратики, кубики. Там рисуйте персонажа какого-нибудь тяжеленного. Там силача. Там дальше будут, опять же, такие примеры. Старенькие. Ну, на самом деле, я тут скрины использую из лекций. Так, там силач какой-то. Он вписывается, опять же, тут, к примеру, силуэтом. Тело. Квадрат. Но вот тут у него начинает, к примеру, скругление появиться. Некоторые из вас спросят там. Окей, ну, а что-то как-то это не стыкуется. Он же вроде как силач. А что, для чего круглые руки? И мы плавно переходим к тому, что наша цель, оценив ТЗ, начинать работать с конструктором. Наш дизайн не состоит из одной формы всегда. То есть, да, бывает лаконичный дизайн, такой прям супер лаконичный, когда рисуют персонажа. Прям вот весь он такой вот квадратичный, такой вот, вот такой. Весь, опять же, завязан на таких формах. Но фактически мы, комбинируя три этих формы, совмещая их между собой в определенных пропорциях, как кулинары, мы создаем какое-то блюдо такое визуальное. Здесь, я думаю, вы все прекрасно видите мегамозг. И помните прекрасно, как он себя вел в анимационном проекте. Он был головатый. Тут не поспоришь, умный. Аж страшно. Плюс у него был достаточно язвительный характер. Ну, такой был достаточно острый на язык. Вот вам, собственно, совмещение двух примитивов. Треугольник и круг. Вспоминайте, опять же, любой образ любого персонажа и анализируйте его силуэтную составляющую, его конструкторную составляющую. Дедушка, опять же, тот самый, который был только что здесь, имеет определенное скругление. О чем, опять же, это говорит? Обычно определенное скругление, как, к примеру, в Ральфе. Где-то у нас Ральф Крушитель. Ральф Крушитель – хороший тоже пример. Ну, тут много разных отсылок в самом Ральфе. Но Ральф, он квадратный. Он достаточно такой грубый, мощный персонаж. Он похож на кирпич и по цвету. То есть у него тут много разных пасхалок скрыто. И по форме. Но он округлый. Округлость, опять же, знаете, как в разговоре смягчить, скруглять острые края, углы в разговоре. Так и здесь. То есть любой персонаж, который у нас будет, допустим, иметь округлые края, он будет уже восприниматься не таким злым. То есть вот у нас совмещение спокойных, добрых каких-то элементов с устойчивыми и сильными. Интерес еще заключается в том, что если, опять же, этого персонажа, к примеру, перевернуть вверх тормашками, то получится совершенно диаметрально противоположную форму. Это интересная практика. И плавненько. То есть мы должны четко понимать, что любые из этих форм, с которыми мы работаем, и производим разные конструкции силуэтные, мы можем работать не строго вот с квадратиками, кружочками, вот такой именно формы. Мы можем их трансформировать. То есть есть принцип, когда, допустим, работают с дизайном персонажа симметрично. Некоторые художники прям очень здорово работают сразу в симметрии. Концептеры частенько такие грешат. Есть прям вот две отдельные школы. Некоторые работают в ракурсе, а некоторые дизайнят вот, к примеру, так. Так вот, мы, допустим, создаем какого-нибудь персонажа, дизайном именно такой вот, в А-образной позе. Вот он у нас может быть, например, таким. Квадратненький. Немножечко даже скучненький. Ну, собственно, он выполняет свою задачу. Такой какой-нибудь сельский житель. Так вот в рубахе. Тут у него такая вот одежда. Мы можем, опять же, его сделать более интересным. То есть эти формы, любую форму мы можем трансформировать. Принципы трансформации достаточно классические. То есть для любого игрового проекта, для чего угодно, мы можем брать просто-напросто и дизиган сжимать, разжимать. То есть, к примеру, использовать вот уже бокс сжатый. То есть для того, чтобы он оказался более мощным. Он сопротивляется окружающей среде. То есть он сопротивляется гравитации. Он наружу, ей противостоит. Одна из наших лекций. И в итоге мы получаем такого более мощного персонажа. То есть мы можем, опять же, немножко его заземлить. И этот примитивый квадратика. Бомбс, например, вниз. Вроде бы банальные вещи. Но сколько же фейлов я уже встречал в работе ребят, которые там, опять же, проходят тестовые. И уже потом постфактум пишут. Допустим, ой, подскажите мне, что-то у меня там была проблемка. А проблемки были реально в том, что, допустим, примитивы, из которых состоял персонаж, не соответствовали ТЗ. Их сжатие-разжатие не попадало, к примеру, под ТЗ. Если говорится, что персонаж, то есть он, допустим, так, давайте отключим, он заземленный, прям мощный, то есть смысл этого персонажа рисовать как перевернутую трапецию вниз. Точнее, не перевернутую, а как раз вот такую. То есть он как бы движется к земле, он такой сильный, крепкий. Возможно, даже он такой толстяк. Но у него формальная композиция выглядит именно так. То есть его линии расходятся в эти стороны. Это абсолютно нейтральный персонаж. Его можно хоть в одну, хоть во вторую. То есть из него можно сделать силача. То есть, к примеру, линии будут вот так расходиться. Принципиально неважно, будете вы работать или нет. Либо в ракурсе. Единственное, что иногда поза, если вы сразу работаете в позе, она отвлекает. Отвлекает от дизайна и может, в принципе, отвлечь от самого образа. Ну, по сути, от дизайна. Поэтому в разработке дизайна персонажи часто используют очень-очень нейтральные позиции. Допустим, мы делаем, допустим, героя какого-нибудь и рисуем его в три четверти традиционно, без особых... Оп, у вас слышу звуки какие-то интересные. Так, это не у вас. Не, не у вас. Все. Не у нас. Все тогда в порядке. Вот, к примеру, такой не сильно изогнутый по CSI-образным кривым персонаж. Хотя это тоже один из немаловажных моментов. Вот у нас, к примеру, рождается такой вот дядька, там, какой-нибудь NPC-персонаж, который вещает что-нибудь, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там, в игре. Бумс. Но он нарисован очень нейтрально. Для чего именно так разрабатывать удобнее, как мне кажется, вообще создавать композицию? То есть я очень часто раньше работал сразу в каких-то диких там позах, там, CSI-образные изгибы мощные, там, такие прям, ну, сильно изгибал. Ну, иногда, как бы, такое тоже мне нужно. Но если нужно именно разрабатывать дизайн, к примеру, под дальнейшее моделирование героя, там, в 3D, то желательно сделать его спереди в 3 четверти, сзади в 3 четверти максимально спокойно. Это нужно для того, чтобы потом моделлер с этим смог разобраться. Иначе, если мы там что-то забабахаем, то есть можно третий скрин сделать, какой-нибудь в позе характерный для героя. Но, в общем, лучше работать вот так. То есть вот тут у нас, например, там шляпа какая-нибудь. Вот какой-нибудь обычный такой самый заврядный персонаж. Плюс, когда мы работаем с композицией и работаем более сдержанно и спокойно, не изгибая дико, не подбирая какую-нибудь там пятиточечную перспективу или еще что-то в этом роде, мы видим, лучше видим пропорции. Когда мы работаем с примитивами, о которых я сказал, очень-очень четко нужно понимать, что у персонажа должно быть разнообразие. Вот я сейчас вижу уже достаточно такую явную, возможно, ошибочку. То есть вот у меня персонаж тут напополам разделен. Я постоянно, мягко сказать, задалбываю своих ребят, чтобы они искали разнообразие, потому что сам с этим постоянно борюсь. Что подразумевается под этим? У нас всегда должно быть малое, допустим, большое и среднее. Между ними должны быть всегда разные дистанции, разные массы. То есть всегда должна быть классическая композиционная работа с малым, большим и средним. То есть мы плавно перешли от того, что комбинируя примитивы, их еще нужно грамотно комбинировать. И как бы соотносить с друг другом. Если мы сделали бы, к примеру, ну вот элементарно, там персонаж, голова, вот тело и такие же ноги, руки. Так вот. Во-первых, тут прилегание линий получается. Ну, может быть, для какого-то проекта такие странненькие штучки и подошли бы, но здесь у нас очень-очень скучно. Давайте вот голову даже сделаю так. Примерно одинаковые пропорции. Торс равен ногам. Голова очень-очень близка. Давайте шляпу вот сейчас еще нарисую здесь. О, так будет вообще то, что нужно. То есть здесь одинаковые дистанции. Это прям беда. Это вот реально беда. Здесь получается тот самый композиционный спор. Что главное? На что посмотреть в первую очередь? Да бог его знает, на что смотреть. Наш глаз всегда, опять же, двигается по герою. Об этом я чуть позже скажу. Двигается он по силуэту. Двигается он от разряженного к заполненному. Ну, много разных моментов. Опять же, тут не хватит и одной встречи, и двух, и трех встреч, чтобы затронуть все детали. Но самое важное, что не мешало бы запомнить, это то, что нужно избегать повторов. Вы видите, к примеру, повтор там дистанции здесь и здесь. Ну, может быть, сделать, к примеру, повыше ему штанишки. Так, поясочек повыше. Ага. И, к примеру, пах повыше. Может быть так. Так, сравниваем. Ага, рука с ногой не равна. Можно сойти с ума, конечно, со временем. Но это не страшно. Постепенно вы привыкнете. Ты знаешь, как это выглядит, как просто дисклеймер к становлению художником. Вы сойдете с ума, но все нормально, вы привыкнете, все хорошо. Ну, как бы да. То есть вы потом будете мультики смотреть. А то начнете получать удовольствие, еще забыли сказать. Да, да, да. Точно, точно. Но ведь это правда. То есть сейчас мы, допустим, вот поговорили про работу с примитивами. Я думаю, в дальнейшем, опять же, придя в кино или еще куда-нибудь там посмотреть какой-нибудь мультик, я думаю, все-таки будут... Ну, у меня такая, опять же, вечная проблема. Сразу видишь примитивы, сразу видишь героя, понимаешь, он хороший, он плохой в ближайшее время, во всяком случае. Уже такой понимаешь, что, в принципе, от него добра не жди, потому что у него подбородок треугольный, скулы острые. Или уже понимаешь его характер, даже он еще ни слова не сказал, и ты уже знаешь, как будет выстроено его поведение. Слушай, а можно тебе сразу перебить? Извини, пожалуйста. Да, да, да. Просто тебе не кажется, что в последнее время Дисней и Пиксар нарушают это правило, и нарушать они начали года с 2015-16. Я приведу маленький пример. А давай проекты сразу. Пример. Давай. Зверополис, мисс Барашкис. По мисс Барашкис непонятно, что она злая. А должно быть понятно. Вот в том-то и дело, что она, даже когда она приходит в свою злую форму, она все равно круглая, она все равно, у нее все кудри, если бы у нее там, не знаю, стал более треугольным подбородок, там, морда, лица и так далее. Но у нее она все еще круглая, и тем не менее, это все равно злой круглый персонаж. И с другими проектами, в том числе, так же. И поэтому, в связи с этим вопрос, не кажется ли тебе, что люди, которые, условно говоря, начали это правило, они сами его и начали нарушать? Это как бы верно. И я сейчас постараюсь, опять же, сразу такую контур-тезу объяснить. То есть, во-первых, да, они привили уже определенные за энное количество лет, даже десятков лет в образах. То есть мы уже можем анализировать, представлять. И есть же тот самый закон новизны. Помните, я вначале сказал. Это как, ну, знаете, как с черным квадратом. Я не знаю, это тоже пример хороший закона новизны. То есть художник должен всегда развиваться. То есть он должен делать так, чего не ожидают. Это очень важный момент такой. И в этом, допустим, в этом проекте очень здорово это видно. То есть мы до самого конца не видим, что с ней происходит. Но тут уже выходит на второй план, вернее, на второй план уходит именно дизайн. И на первый план выходит работа анимации. Вы помните, как она, опять же, как она себя, в принципе, ведет, ее переживания? Там, ну, уже так прям кинематографично это. Это уже, ну, не по-детски. И многие современные... Я могу ответить на этот вопрос сразу же, абсолютно. Возможно, кто-то не заметил, но это уже больше для зрителей, на самом деле. Когда надо было решить, как мисс Барашки станет злой, если вы заметите, у нее скорость ее передвижения уменьшается вдвое. Это интересный момент, просто для такой аналитики личной, да, когда она добрая, типа добрая, она перемещается очень-очень быстро и очень-очень нервно. У нее каждое движение не отточено, оно максимально быстро, максимально стремительно и максимально нервно. То есть она такой барашек, который перемещается просто рандомно. А когда она становится вот этим вот злым доминатором, да, который мы видим в мультфильме, у нее каждое движение становится как у, извините за сравнение, такого, знаешь, отточенного киллера. У нее медленные шаги, медленно достает предмет какой-то и так далее. Вот именно эту штуку использовали в Зерополисе. Мне просто было интересно узнать ответ. Вот, ну это то, о чем я сказал. То есть там выходит уже анимация на первую восприятие. То есть мы уже, мы как бы это даже и не видим так сразу. Вот видишь, ты так глубоко копнул и прям, ну, опять же, это вот те моменты, о которых я уже сегодня сказал. То есть есть аналитически просчитанная информация, есть периферийно полученная. Вот эта периферийно полученная, она тоже ведь нашим мозгом обрабатывается. И мы смотрим, и в любом случае происходит, появляется какое-то послевкусие. То есть мы ее полмультика видим с одной динамикой, а потом с другой. То есть уже в современных проектах дизайн персонажа – это часть огромного механизма. Такого вот прям механизма воздействия на зрителя. Передачи идеи, передачи образа, передачи какого-то там важного смысла. На самом деле, да, я хотела сказать, что Дисней просто готовит детей к этому реальному миру лицемерному, вот и все. Ну да, да, будь готов, будь готов, что кто-то что-то сможет сделать не очень хорошее. Но вот интересный такой, опять же, момент, вот сейчас как раз был подчеркнут. Да, и в том же, как я уже сказал, в том же проекте с, как он называется, господи, не зоопольца, а «Тайная жизнь домашних животных». Там же был этот зайчик. Зверополис. Нет, нет, «Тайная жизнь домашних животных». «Тайная жизнь домашних животных». Там был, вот он, вот этот милар. Он же миленький, но потом он себя показывает с самой не лучшей стороны. Но интересно, опять же, то есть силуэт у него один, а вот уже наполнение другое. То есть создается такой внутренний диссонанс, дополнительное напряжение. Такое позволительно, когда у вас есть комиксовая работа, когда у вас есть ряд изображений, когда у вас есть анимация, игровой процесс, который может раскрыть героя. Но чаще всего, то есть если мы работаем с одной иллюстрацией, с одним героем, то он должен быть показан так, чтобы мы четко понимали, кто есть кто. Что? Какой у них характер, что они делают? Ну, как бы это одно из таких вот правил, которые нужно понимать, когда и как можно нарушать. Как в играх это делают, например, изначально герой, как я уже сказал, или в анимации, точнее, изначально герой виден в одном образе, потом в другом. Но вернемся, опять же, к теме композиций. То есть здесь, опять же, уже у нас есть какое-то разнообразие, хотя бы какое-то. Нам нужно постоянно следить за повторами. Постоянно следить за тем, чтобы эти примитивы, эти формы, там, к примеру, квадратные, они не были одинаковыми. Иногда полезно сперва просто фронтально набросать героя, хотя бы просто представить. Ага, здоровенные штаняки такие будут, маленькие такие, подтянутые. Вот так, да, даже такие подтяжечки. Головушка какая-нибудь, к примеру, вот такая вытянутая, чтобы она, опять же, была контрастом. Здесь у нас формы идут в одном направлении, здесь в другом и здесь снова в другом. Уже появляется ритм. Что за зверь такой ритм? Вот это все ритм, это разнообразие. Сложная тема, спора нет. Но вот сейчас я пытаюсь очень-очень коротко рассказать все то, что я рассказываю, опять же, в течение нескольких недель. Но мне хотелось бы, опять же, общую суть, эссенцию некоторую выразить, что работая с дизайном, нам нужно всегда следить за пропорциями, контрастом и акцентацией, что является важным. Если мы здесь наделаем каких-нибудь деталюшечек, то это, возможно, отвлечет внимание. То есть нам надо также следить за тем, чтобы вся эта работа с пропорциями плавно подводила к самым важным местам на нашем герое. Возможно, это мы сделаем посредством мощного контраста, может быть, мы добавим сюда красный цветочек здесь ему в шляпу. Ну, какой-то, опять же, прием используем, как я когда-то говорил на стриме ProRender, там с окклюзией. То есть низ спишем посредством окклюзии, вот по тону выровняем, это будет неинтересно. А верх у нас более контрастный. Приемов привлечения внимания тысячи. Ну, не тысячи, конечно, я утрирую, но их куча. Но они все поддаются единому правилу. То есть там, где контрастно по каким-либо характеристикам, там и важно. Вот такие вот дела. Что у нас, опять же, еще тут есть? Мы обговорили то, что дизайне мы героя постепенно, от примитивов, можем эти примитивы, как, опять же, было сказано, либо рисовать в... симметрии, либо делать... Где-то там оно было. Либо делать их сразу в ракурсе, но без фанатизма. Само собой, работая с формой, мы должны еще помнить о морфинге. Тут такие итановские примеры. Есть немножечко. Там красный квадрат, желтый треугольник и голубой круг. Это, опять же, подводит нас еще к тому, что все между собой формы можно морфить. И морфить также с цветом. И я думаю, вы понимаете прекрасно, что мы плавненько подходим к тому, что все, о чем я сейчас говорю, это тот самый страшный, ужасный стори-тейлинг. Стори-тейлинг, по сути, композиция – это инструмент передачи истории. Многие, опять же, там, ой, стори-тейлинг, а что это за зверь-то такой, как с ним жить, как с ним быть? Это передача истории посредством визуальных инструментов цвета, формы. И все это подчинено каким-то комбазиционным правилам. Здесь, опять же, есть примеры статика, динамика. Ну, опять же, это итановский, насколько я помню. Там красный квадрат, синий круг, земелька и желтый лучик солнца. Мы можем получить, к примеру, смешение. Там желтый, где тут у нас? Желтый плюс синий. Тут будет зелененький. Не до треугольника. С чем он будет ассоциироваться? Там с листиком. То есть и так можно, опять же, еще получать такие дополнительные триггеры для зрителя с привязкой к какому-то образу. Так, здесь я, опять же, был. И если, опять же, немножко вернуться к работе. Опа. То есть мы должны, ну, скажем так, посмотреть на пару скринов, тоже силуэтных. Формы быстрота восприятия, опять же. Я об этом уже сказал, но резюмирую. Любая форма несет историю. И человек, глядя только на силуэт, уже понимает, кто есть кто. Кто работник, кто какая-то, опять же, тут сомнительная персона, кто там хозяйка какого-нибудь, какой-нибудь таверны. По формам мы плюс-минус можем понять их характер. Тяжелый какой-то, опять же, достаточно опасный, острый, много острого, много острого, много тяжелого. Воздушное, что-то веселое, опять же, пивная пена. Но ведь каждый этот силуэт построен на базе этих примитивов. Да, он скомбинирован. Где-то я добавил округлости, где-то, опять же, еще усилил форму, где-то скомбинировал одни и те же примитивы. Но иногда говорят, что львиную часть информации мы получаем как раз через силуэт. И фактически создание, вот такое студийное создание персонажа, оно на этом напрямую завязано. Потому что ваш проект могут смотреть не только люди с хорошим зрением, всегда помните это, а с плохим зрением. могут смотреть с очень плохим зрением и воспринимать только силуэтную составляющую героя. Пятно. Цветовое и тональное, либо только тональное пятно. И образ в любом случае должен читаться. Это, ну, опять же, заставляет особенно начинающих отказаться от мелкодисперсной детализации где-то там в центре пупка персонажа, там где-то вот в бездне ковыряться. Нет, так делать нельзя. То есть всегда идет работа от общего к частному. То есть если мы идем по такому пути, именно конструкторскому, инженерному, мы всегда должны сперва сделать анализ, тезе, после чего конструирование и потом проверить. Возможно, на знакомых так воспринимается это как работник. Ага, там лопата торчит, кепка, тяжелые руки. Да, какой-то, опять же, нехороший персонаж. Не знаю, кто это. И просто какая-то женщина с пивными кружками. По всей видимости, она достаточно весела. Все. То есть если это воспринимается плюс-минус так, позитивный, негативный, нейтрально тяжелый, значит, можно идти дальше. Фактически, у нас силуэт, он повествователь истории. Силуэт, как уже ранее было сказано, он состоит из примитива. История повествуется уже на этом этапе. Ни цветом, ни рисованием, сейчас перечислю список, как нарисовать волосы, траву, листья, поры кожи, волоски. Это ничего не рассказывает историю. Ни граммулечку. В разработке, в дизайне персонажа это просто лишь приятный бонус. Ну, такой вот. Окей. Это круто. Это очень хорошо, что у персонажа, ко всем прочему, кроме, к примеру, его силуэта, и еще отрисованы и волосы. Там, в ноздре. Это здорово. Если их не будет, то этот герой не станет менее читабельным. То есть, мы уже в любом случае уже все создали. То есть, вот у нас уже есть тут какой-нибудь пират. Там, да, может быть, он будет с усами, а может быть и без. Или там какой-нибудь гвардеец. Здесь, опять же, мы везде видим уже ребенок, старушенция с заколками. Такая, по всей видимости, вредная наличие треща и кривого носа. Острых каких-то деталей. Он, опять же, как таран, мощный, такой пробивной характер, волевой подбор. То есть, такая, опять же, тарановидная такая форма. не вижу преграды. Здесь, опять же, ну, тут классический такой, опять же, клишированный прием с диснеевскими персонажами или, там, тексейверовскими персонажами. Все округленько, все миленько. силуэт уже все показал, все рассказал и уже больше ничего, собственно, делать, как бы, не нужно, кроме того, чтобы делать этот силуэт полупрозрачным и начинать уже дизайнить наполнение. если мы на этапе силуэта зафейлили, то прорисовать волоски, а возвращаться обратно к этому. Нужно также понимать, что персонаж, я уже сегодня сказал про ритмы в силуэте, я сказал о том, что мы должны следить за разнообразием. Мы также должны следить за таким классическим моментом в разработке, за тем, как в персонаже двигается линия, то есть как глаз перемещается. И там, где чего-то чаще, чего-то больше, глаз всегда будет углубляться, глаз всегда будет там, скажем, зоны внимания. Если у нас здесь все разряжено, то вот это или что-то типа такого, она бросится в глаза. Вот эта зона будет привлекать внимание, это будет привлекать внимание, по причине чего? Потому что она более детально на силуэте, то есть наш глаз, скажем так, здесь спотыкается. Мы, когда спотыкаемся, мы всегда смотрим себе под ноги. Блин, ну, почему я спотыкнулся, порвал, ботинок, под ноги, это все, опять же, с эмоциями. Точно так же и здесь. У нас глаз проскакивает, пролетает просто по этим частям, темнее, промчался, промчался, оп, ту-ту-ту-ту-ту-ту, что-то интересное, остановился. Может быть, это и не будет интересное для зрителя принципиально, но это как немножечко приправы в блюде. То есть без нее, скажем, композиция не работала бы полностью. Есть принцип композиции, принцип целостности, закон целостности. То есть, если убрать какую-то деталь из композиции и композиция будет смотреться отлично, значит, это была лишняя деталь. Если убрать и композиция разваливается, значит, все хорошо. То есть, ничего не надо убирать. Это целостный механизм. И каждая из деталюшек, какой бы она ни была, должна быть, скажем так, важной и читабельной. Не делайте никогда бесполезных деталей. Если вы хотите показать какого-нибудь там мафиози или еще просто какого-нибудь дядьку с сигарой, нарисуйте эту сигару, там, допустим, ну, какой-нибудь банкир, ну, или такой бандюшка средней руки. У него есть, вот, аферист такой обыкновенный, у него есть там рюкзачок, сигара, какой-нибудь нос, ну, или просто вот просто такой дядька. Меня он ассоциируется больше с каким-то с каким-то с каким-то жуликом. Немножечко таким позитивным, но жуликом. То есть есть рюкзачок, есть сигара, есть шляпа, такая с белой лентой, как в крестном отце. Есть, опять же, такой крючковатый чуть нос, усик, по всей видимости, выглядывает. То есть мы, ну, скажем, создаем в силуэте уже видимом все, что нужно. Все должно читаться здесь. Как только мы, ну, скажем, не дорасскажем на этапе силуэта, а потом будем уже там в деталях рассказывать, это будет уже вторичное. то есть первое, на что нужно обращать внимание, это силуэт. Потом у нас идет внутреннее наполнение. То есть у нас может быть там все, что угодно. Усики, опять же, может быть, он и вправду не жулик, а такой обычный дядька, который ждет на остановке после рабочего дня какой-нибудь там свой автобус. Вот, к примеру, клерк какой-нибудь. Ну, хотя сигара, клерк, как-то уже возникают вопросы. Может быть, он ведет черную бухгалтерию, а плачет. Потому что он просто успешный клерк. Может быть, он успешный клерк, и он от этого плачет. Тоже верно. Но, опять же, все внутренние детали будут уже идти на, скажем, на другом уровне. То есть восприятие. Первый это вот силуэт, потом внутренние детали, а потом уже все-все-все мелкие там проработки. Само собой, если мы работаем в цвете, то у нас идет цвет и силуэт, они идут в унисон. И разрабатывая героя, мы должны прям очень внимательно к этому относиться. Прямо-таки вообще внимательно. Я также советую работать в пятне. Я очень часто работаю с алхимией. Я вот всех замучил ей. Но в алхимии очень круто работать. очень быстро, очень живенько, нет Ctrl-Z, работаете со скрипом в зубах, получаете случайно абсолютно формы. И, как я уже сегодня сказал, из хаоса вы можете реально что-то интересное найти. Само собой, это такой более-менее, ну, такой оксюмерон получится. У нас такой подконтрольный хаос. То есть у нас есть задача, мы рисуем случайные формы, но в этих случайных формах мы ищем эту задачу. Опять же, зацикленность. Вообще, творчество это вечный оксюмерон какой-то. То есть нам надо, опять же, постоянно совмещать какой-то муки творчества с наслаждением от собственной работы и так далее, и так далее. Но вот здесь, работая в пятне и с той же алхимией, очень-очень здорово тренировать свой мозг. То есть там реально можно получать случайные интересные формы, которые мы в жизни в фотошопе не сделаем, потому что это страшно, это опасно, за это накажут кто-то там. Ну вот, есть такая беда. И, пожалуй, ближе к финалу, я хотел бы сказать, что когда мы забрали образ чего-то там из силуэта, мы взвесили все за и против. То есть у нас есть такой ботан, вот по силуэту это какой-то обычный ботан, такой еще сгорбленный, сутулиный, тут у него какой-то кофеечек, напиточек, но есть какие-то моменты, которые, говорят, что он ботан, но он такой сопротивляющийся, он даже себе шнурки не завязал, он как бы, он был, он пытается быть очень-очень таким бунтарем, ним хохолочек, тут какая-то, в общем, легкий хаос, но веду к чему, конечно, тут всех этих моментов бунтарства, конечно, не читается, это просто достаточно нейтральный, нейтральный образ с каким-то одним таким вот моментиком, но веду к чему, когда мы сделали силуэт, мы сделали достаточно интересные, опять же, формы, с которыми можно дальше работать, да, их там можно выплакивать, но, допустим, у нас есть большая тяга работы не по уточнению линий, как я уже не раз там показывал, да, там с тем же дедушкой нордическим этим, мы можем двинуться по направлению поиска цвета. Я думаю, для вас небольшой, опять же, секрет, то, что каждый цвет имеет свою ассоциацию. Точно так же она субъективна, и есть очень много культурных аспектов, которые влияют на, собственно, как воспринимается цвет. У нас черный это там цвет траура, у кого-то черный это наоборот более такой, скажем, позитивный цвет и белый это цвет траура. Много есть нюансов, но цвет можно накладывать поверх силуэта, если мы уже, опять же, определились, там, допустим, мы сделали таких силуэтов там 50 штук. Арт-директор сказал, вот этот силуэт вполне ок, давайте с ним поработаем. Что-то в нем есть. Давайте-ка попробуем его облагородить или посмотрим такие color key на персонажку, если так можно назвать. Мы дальше уже можем спокойненько работать. Без мелких деталей, без проработки, просто поверх бабахать цветом. Но важно понимать, что цвет точно так же несет историю. Если мы рисуем, к примеру, более позитивного персонажа, то и цвета чаще всего мы будем использовать более теплые, более ванильные, более приятные. Ну, само собой, это субъективизм чистой воды. То есть художник пропускает через себя то, о чем я говорил, то есть он показывает, что ему приятно, но профессиональный художник должен также очень хорошо чувствовать, ну, скажем, какой воздух витает в творческой среде и вообще среди потребителей. Что больше сейчас кажется спокойным, что больше сейчас кажется приятным, какие трендовые цвета. На это тоже надо обращать внимание. Но цвет может кардинально поменять образ. Вот прям капитально кардинально. То есть у нас может быть один и тот же персонаж, но из, опять же, цветов он может выглядеть по-разному. То есть зеленый, бананка какая-нибудь на плече уже воспринимается иначе. То есть он там прячется. Ну, какие-то цвета, которые характерны для обычных босяков, таких, которых мы видим каждый день где-нибудь во дворе юных. И если мы хотим показать наоборот такого какого-нибудь ботана, может быть мы сделаем свитерок красненький с аккуратным плетением, высокие носочки аккуратные, аккуратные очки уже без каких-то дефектов и нюансов, никаких наушников, никаких лишних акцентирующих на нем внимание деталей. И у нас получится совершенно другой образ. Я вообще очень часто делаю силуэт. Мне нравится работать от пятна издали. То есть берем клиппинг маск поверх силуэта и работаем. То есть мы можем из одного и того же образа сделать абсолютно разные. Сейчас у нас тут будет не ботаник, а какой-нибудь интерн. Тут у нас будет хотя я не помню как выглядит интерновский костюм. Там наверно должен быть маленький такой бейджик. Вот здесь развивающийся чик-чик. Так, чуть поближе. Майечка. раз попробовали. Не нравится сжечь. backspace или просто стерли. Попробовали еще вариант. Нарисовали его в белом кимоно. Сейчас мы его сделаем мастером, фломастером. И в руке уже не коктейль, а какая-нибудь бомба ниндзя и так далее. Да, 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 то есть примерно так. Все эти темы, вот такие приемы, мы частенько разбираем. То есть раньше я ребят заставлял, о, мы им сейчас сделаем самбовку синего цвета. И здесь, а это будет просто напиток. То есть я раньше этим очень-очень часто напрягал всех, всех, кого только можно. И с кем приходится работать, и ребят по курсам. То есть сейчас в основном такой прием, конечно, такие вообще приемы по поиску используем с ребятами по именно дизайну персонажей. На курсе там мы прям активно это все разбираем, потому что ну как бы это профильно. То есть вот эти все техники, которые сейчас я опять же показываю, это важно знать именно дизайнерам по персам. То есть если вы хотите делать дизайн персонажа, вы должны углубляться в такие достаточно нехитрые с виду процессы, но делать их как можно чаще. То есть задумываться о том, какие цветы сейчас какой-нибудь знак там поставлю, оп, еще какая-нибудь такая. совершенно другой уже персонаж с совершенно другим наполнением. Может правда ему бомбу забабахать. А здесь будет фитиль. И он будет гореть возле лица. А он подпаливает себе сигарету. Ну в общем рождаются мысли по ходу. Но вы видите, что опять же абсолютно разное наполнение получается изменяя просто-напросто даже дизайн цвет одежды. Я уже не говорю о смене цвета волоса. Если мы поменяем волос, персонаж вообще станет совершенно другим. Просто другим. Если мы добавим здесь усы. просто какой-то такой хипарь получится веселенький. Так. Сделаем ярко-зеленые очки. Просто какой-то ад цветовой. Это уже лтонжон какой-то. Так, хотя нет. Тык-тык-тык-тык-тык. Да. Есть масса опять же техник по уточнению цвета, но хорошо, когда вы опять же сделали, посмотрели и издали читаются основные цветовые моменты на допустим бананка, его конверсы кофеечек старбаксовский какой-нибудь нарисовать там девочку эту. Просто нарисуем пятнами. То есть если это все читается, то можно углубляться. И в итоге у нас получается та самая алгоритмичность, о которой я говорил перед вот этим описанием этого процесса, что мы все выстраиваем шаг за шагом. Мы выстраиваем композицию на базе трех примитивов, задумываемся, какой примитив как воспринимается. Опять же оттолкнулись, хороший, плохой, злой, добрый, приятный, неприятный. Скомбинировали, опять же, совместили формы в определенных пропорциях, как в плане общем, там силуэта, там большая, к примеру, голова, длинные ноги, маленький торс, так и локально, то есть, к примеру, базовый примитив, тут будет яечко, но он будет плавно переходить, как я говорил, опять же, в примере с мегамозгом, там в острый подбородок. То есть, мы всегда занимаемся такой комбинаторикой. Совмещаем, совмещаем, анализируем, совмещаем, опять же, смотрим издали, не теряется ли восприятие образа и истории. Постепенно, когда у нас все вытачивается, оттачивается на уровне силуэтов, там, lineart проработки, мы потом переходим к цвету и точно так же, как считай, с нуля. Он должен быть босяком. Посмотрели референсы, посмотрели, опять же, какие-то трендовые вещи, связанные с, ну, скажем, с субкультурой современной, выявили самые яркие и интересные моменты в плане цветов, одежды, перенесли на свой силуэт, тут немножко реконструктивного подхода, и уже уточняем. Если мы подходим к работе как к конструктору от общего к частному, то в итоге мы конец нашей работы будем сводить именно к такому просто вот полированию. Но хотелось бы отдельно, опять же, отметить то, с чего я и начинал сегодня, что на предподготовку, на анализ задачи, на разбор композиции, скетчей, поиск, опять же, пропорций уходит очень много времени, и полировка, и сама финализация проекта занимает далеко не важнейшую часть именно в процессе работы с дизайном. Если, опять же, вернуться в завершении к дедушке, где там он был, тут у нас были разные примерчики, где-то там, а, сейчас, вот я же, отдельно еще группу, мы можем сделать следующее, то есть, наш дедушка этот может же быть, если он добр, то формы будут более округлые, к примеру. Если он более злой, то я буду добавлять больше таких форм острых. Это, в принципе, логично. то есть, если, опять же, у меня персонаж злючий, я добавлю здесь больше остроты, само собой, здесь, хмурости такой, здесь, опять же, заострений, заострения будут у меня здесь, усы уже будут не такими пластичными, возможно, появятся больше заострений, то есть, все станет более хмурым, все будет становиться более злобным, более острым, то есть, основной идеей будет штык, кол, острие, опасность, то есть, уши, все, оно будет заостряться. Я, конечно, сейчас утрирую очень-очень сильно саму идею, но логика именно такова. Так, и, допустим, сама же голова у меня здесь становится более, чуть более острой, даже, возможно, тут, то есть, я добавлю такой вот уголочек. Все относительно просто. Если двигаться по определенному алгоритму, пайплайну, геймплану, как угодно это называть, но важно, чтобы мы сами выстраивали определенную парадигму, которую, которую мы можем обосновать и можем в нее поверить. В дальнейшем в это поверит зритель. Вот такой вот процесс, то есть, работы с композицией, но сейчас я постарался композицию объяснить совершенно другим языком, надеюсь, у меня получилось, не сухо, как это, опять же, частенько можно встретить, то есть, как работают с композицией, я думаю, вы все прекрасно знаете. Отлично получилось, come on! Вот, но остается только это поюзать, поиспользовать. Вот такие вот вопрос у тебя технического характера. Откровенно говоря, ты сейчас больше всего, ну, то есть, рассказывал по теме стрима, композиция, в том числе, здесь был задет старитейлинг. Я не могу не сделать такую жирную отметку, если можем так сказать, что у тебя появился курс по старитейлингу, правильно ведь? Ну, мы, получается, курс по дизайну персонажа, да, то есть, он именно вот завязан в старитейлинге, и мы, то есть, вот я в основном стараюсь как раз вдавливать, вбивать вот в головы свою и ребят, то, что нужно обращать внимание на композицию и на стритейлинг через вот примитивы, через самые вроде бы простые вещи. Ну, кому интересно, можем, опять же, пролистать, свайпнуть, там, если не ошибаюсь, в описании есть ссылочка, почитать описание самого курса, что там делается, чем занимаемся, но фактически, да, то есть, основным лид-мотивом всего курса является именно сторитейлинг, потому что это не так страшно, как может показаться, но это самое важное, научиться рассказывать свой рассказ, передавать историю посредством вот этой формальной композиции, скрытой в герое, то есть, это вот именно так, да, есть такая штука. вопрос сразу в догонку, смотри, вот, если я захожу на Artstation, на Pinterest, банально, ВКонтакте, там, или еще куда-то, я как раз-таки очень часто вижу всяких различных концепт художников, художников, которые просто рисуют вот того самого замечательного просто персонажа на фоне, то есть, я так понимаю, что ты именно с этим понятием и воюешь, что из серии не просто показывай мне клевые рендеры персонажа, но еще и расскажи историю, правильно? Да, то есть, то есть, у нас очень часто так и завязано на курсе, то есть, у нас есть, ну, допустим, дипломный проект, ребята пилят, занимаясь именно передачей истории, там есть, к примеру, такая одна из задач, там, танцовщица из дешевого ночного клуба, вот, надо прям вот постараться подобрать формы, цвета, дизайн, композиционный решить, чтобы всем было понятно, что она из дешевого ночного клуба, то есть, не просто красивый рендер, то есть, это не является, ну, как бы основной задачей для дизайна персонажа, если вы посмотрите, там, игрового, неигрового, это не самое важное, я недавно общался, такая вот информация с моим, опять же, старым другом, он лид в одной очень-очень большой компании в городе Киеве, и вот такая инсайдерская информация, вот он говорит, что очень часто ребята очень хорошо рендерят, ну, вот, все работающие специалисты очень круто рендерят, но у них достаточно слабое, мягко сказать, понимание о концепции, о сторителлинге, то есть не понимают как строить, как варьировать, как искать образ, как передавать его. Проще говоря, художники научились красиво рендерить, но не научились выражать себя. А это самое важное, именно, именно, это самое важное, потому что если человек, ну, научиться рендерить, это дело, там, двух, трех, там, ну, полгода, да, там, упорной работы, там, самостоятельной, там, просто вот стадики делать, рендерить, тоже нужно учиться, понятное дело, там, по, там, как бы надо не просто на глаз, там, рисовать, а обдумывать это все, но очень важно все-таки закладывать историю, жест, вот, какую-то идею, и вот, да, этим занимаемся непосредственно в течение, опять же, там, нескольких, как говорится, месяцев трудов праведных, и результаты очень хорошие, ребята делают прикольные, штуки, то есть, и многие приходят, специалисты уже работающие, и лиды, ну, как бы, ребята, которые уже трудятся просто в командах, и над анимационными проектами, которые работают, ну, их отправляют, как бы, с компаний, и рост очень-очень виден, когда человеку ставят задачу, и просто-напросто, когда ты, ну, это, знаете, вот я сам собой такой эксперимент провожу, знаете, как говорят, если хочешь чему-то, что-то выучить, попробуй этому научить, и очень-очень давно, то есть, передо мной стала такая задача, то есть, тоже в работе над игровым проектами, мне нужно было курировать арт, именно разработку, именно персонажки, но персонажка была достаточно занимательна, потому что там надо было целый ряд карточек придумывать, то есть, то есть, и в карточках надо было именно передавать образы, хорошо, вот тогда я задался этой задачей, то есть, как вот быстро, как быстро, мгновенно на этапе карточной игры, без дополнительного аннотации, как делать ясный стори-теллинг, это, ну, и сейчас я с этой задачей постоянно работаю, стараюсь, опять же, как бы, что узнал, то рассказал, называется, но вот отсюда, отсюда самый курс, по сути, то есть, собственно, я думаю, что мы все дружно, вот огромного количества человек, которые слушают нас онлайн, онлайн нас слушало просто, ну, сегодня рекордное количество людей, откровенно говоря, говорим тебе спасибо, ребят, если вам интересно, собственно, рассказать, вернее, рассказать историю своего персонажа, выразить стори-теллинг, то, естественно, ссылки на курс Артема все будут в описании, мы говорим огромнейшее спасибо за прекраснейшую лекцию, с вами сегодня был Артем Гусак, замечательная лекция разработка персонажа, композиция, и ваши постоянные ведущие, прекрасная и обаятельная Алиса Хоснодинова и ваш Алексей Мельников, всем спасибо, и всем до свидания, пока. Пока, ребята. Спасибо, пока-пока. Пока.